Будьте не мертвы, а живые души. Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года. Назван в честь Николая Чудотворца. С детства не отличался крепким здоровьем и хотел уйти в монастырь, но принял решение, что будет служить Богу при помощи литературы. В Одессе Николай Васильевич был дважды. Первый раз, почувствовав, что не может больше писать, не побывав в Иерусалиме у храма гроба Господня, Гоголь отправляется в Палестину в 1848 году. Но поездку нельзя было назвать удачной. Сам Гоголь называет свои впечатления от поездки сонными. Еще никогда не был я так недоволен состоянием сердца моего, как будто я оказался в Иерусалиме только для того, чтобы почувствовать, сколько во мне самолюбия и себялюбия. Путь домой лежал через Одессу. Ну и здесь Гоголя настигла неудача. Из трех недель пребывания в Одессе Николай Васильевич провел две недели в строжайшем карантине. Второй раз Гоголь приехал в Одессу. Зимой 1850 года, спасаясь от северных холодов. С трудом добрался я до Одессы, а точнее сказать, доплыл, так как постоянно всю дорогу сопровождали меня проливные дожди. Остановился Гоголь на улице Казарминой у своих родственников. Работал здесь над вторым томом мертвых душ. К 50-летию со дня смерти писателя улица была названа в его честь.